Схема подключения трехфазного индукционного счетчика Его обозначение С это счетчик, А активной энергии, 3 для трехпроводной сети, У универсальный, то есть для подключения через измерительные трансформаторы тока и трансформаторы напряжения с любыми коэффициентами трансформации И индукционный Т трехфазный, предназначен для подключения к цепям напряжения 100 вольт, номинальный вторичный ток 5 ампер Кто-то из вас может возразить, что это старый счетчик, их уже давно не выпускают Да, согласен, но в настоящее время у меня в обслуживании и эксплуатации находится около 2000 аналогичных индукционных счетчиков Это активные счетчики СА-3У и Т, просто ИТ, СА-3У и 670М, СА-4У и 672 Из реактивных счетчиков пару примеров это СР-3У и ТР-60, просто ИТР, СР-4У и 673 и тому подобное Вот даже взять подстанцию, вон они, целый ряд их стоит Они периодически проходят поверку, один раз в 4 года или один раз в 6 лет, в зависимости от их типа И снова устанавливаются на подстанциях Современные электронные счетчики мы устанавливаем в основном на вводные, комические и вновь вводимые фидера ПСЧ-4ТМ, ПСЧ-4АРТ, СЭТ-4ТМ, СЕ-302, СЕ-301, ССЭТ-561 и так далее Про некоторые из современных счетчиков у меня я неоднократно рассказывал вам в своих статьях и видео Так что можете переходить, знакомиться Итак, вернемся к нашему счетчику СА-3У и Т Он предназначен для работы в трех проводных сетях без нулевого провода То есть в сетях с изолированной нейтралью напряжением 220 В, 500 В, 3 КВ, 6 КВ, 10 КВ и так далее Он является двухэлементным, то есть измеряет потребляемую активную мощность по методу 2 Вт-метров Учет электроэнергии ведется в киловатт-часах Вот здесь вот написано Видно По цифрам на барабане счетного механизма Сразу хотелось бы напомнить вам о том, как правильно снимать показания со счетчиков электроэнергии Нужно ли учитывать запятую в данном случае или нет В нашем случае последние два окошечка отделены красным квадратом красного цвета А значит при снятии показания необходимо учитывать запятую Она, кстати, здесь же и обозначена Слева до запятой расположено три цифры, учитывающие целую часть киловатт-часов После запятой две цифры, отделенные красным окошечком, они учитывают доли киловатт-часов Итак, в моем примере счетчик SA3UIT подключен через два трансформатора тока Типа ТК-20 с коэффициентом 300 на 5 Вот они И через трансформатор напряжения нос А вернее три нос напряжения 500 вольт С коэффициентом трансформации 500 на 100 Вот так выглядит трансформатор нос А вернее три нос Нос расшифруется как N трансформатор измерительный О однофазный С сухой изоляцией Вы представляли, что за присоединение Сразу покажу вот фидер То есть вверху это три шины сборной секции 500 вольт От нее сделаны вот от пайки три шины Здесь установлен рубильник После рубильника идет шинки на верхние зажимы автомата А3144 С него уходят шинки на трансформатор тока Средняя фаза напрямую Кабель подключена АЭЦ через трансформатор тока И идет кабельная линия далее Вот лицевая панель данного присоединения Вот этот самый щитовой амперметр Э30 Марки типа Э30 С коэффициентом 300 на 5 тоже Вот рубильник И автоматический выключатель А3144 С номинальным током 375 ампер Таким образом Чтобы определить Истинную учтенную Электрическую энергию Необходимо показания Счетного механизма Умножить на расчетный коэффициент Который определяется Произведением коэффициентов Трансформатора тока И трансформатора напряжения В моем примере Расчетный коэффициент составляет 300 То есть Показания данного счетчика Необходимо умножить на 300 Как получили 300 То есть коэффициент Трансформатора напряжения У нас равен 500 на 100 То есть 5 умножаем на коэффициент расформаторов тока 300 на 5, это значение 60, получается 5 на 60, получается 300. Порог чувствительности счетчика составляет 0,5% от номинального тока, номинальный ток 5 А, что равнозначно нагрузке 1,5 А по первичной стороне. То есть при 1,5 А по первичной стороне диск счетчика уже начнет вращаться. Схема подключения счетчика изображена на клеммной крышке с обратной стороны. Или в его паспорте. Трансформаторы тока ТК-20 с коэффициентом трансформации 300 на 5 установлены в фазе А и С. Это видно по цветовой маркировке шин. Желтая это фаза А, С. Красная это фаза С. К зажимам L1, то есть это верхние зажимы, трансформаторов тока подключаются шинки от автомата А3144, а к L2, то есть к нижним выводам трансформаторов тока, подключаются жилы кабеля. Трансформаторы напряжения запитаны непосредственно со сборных шин 500 В через автоматический выключатель. В данном случае выключатели здесь у нас АП-50 тип. Вот это питание со стороны 500 В и кабель уходит на трансформатор напряжения на первичную обмотку со вторичной обмотки трансформаторов напряжения. Кабель приходит на автомат 100 В, а с него уже уходит по шлейфам, по всей секции. Вторичные цепи 100 В имеют маркировку 501, 521, 541, соответственно фазы А, В и С. И проложены шлейфом через каждую панель секции 500 В. То есть вот отсюда пришло у нас трансформатор напряжения, дальше идет шлейф на соседний фидер, вот эти же концы, 501, 521, 541 и так далее по всей секции. Соединение и ответвление вторичной цепи напряжения выполнено на переходных клеммниках. Для контроля тока нагрузки потребителя в фазе А установлен щитовой амперметр. Вон он виден. Как видите, с трансформатора тока и трансформатора напряжения на клеммник переходной испытательной коробки КИП в моем примере нет. Используются вот такие клеммнички. Приходит всего 6 проводов. С маркировкой 501, 521, 541 это цепи напряжения соответствующих фаз. И 401, 421, 410 токовые цепи. От начала вторичной обмотки И1 трансформатора тока фазы А провод с маркировкой 401 идет сначала на щитовой амперметр. С него уходит провод уже 402 и приходит на переходной клеммник. Здесь он назван 401, на самом деле это уже фаза А, токовая цепь, фаза А уже приходящая с амперметра. Далее с переходного клеммника 402 провод уходит на клемму генератор. Вот, вот она, можно проследить, вот он идет. На клемму г, второго измерительного элемента, подключается начало обмотки И1 от трансформатора тока фазы С. То есть вот приходит 421 с маркировкой 421. И вот он, 421, уходит на клемму г, второго измерительного элемента. Клеммы Н, то есть нагрузка, здесь Н. Двух измерительных элементов соединены между собой перемычкой. А на одну из клемм подключен провод 410. Это конец обмотки И2 от трансформатора тока фазы С. То есть 410 кончик. Причем мы не прикладываем общий ноль от каждого трансформатора тока, а приводим его одним проводом. А на трансформаторах тока на счетчике делаем перемычку. Вот как вот здесь вот, вот она перемычка по концам. Также хотелось пояснить вам, что на всех подстанциях у трансформаторов тока мы заземляем конец обмотки И2. Мне осталось подключить нам цепи напряжения. То есть на клемму 1 подключается фаза А, 501 от трансформатора напряжения. А на клемму 2 подключается фаза Б, 521 кончик. А на клемму 3, 541. То есть фаза С. Вот, 501 на клемму 1, 521 на клемму 2. Вот они здесь вот отмаркированы. 501, 521 и 541. Клеммы ГН среднего элемента отсутствуют. Вместо них есть только технологические пустоты для латунных зажимов ламелей. Так как я говорил, счетчик двухэлементный, поэтому измеряют по методу 2 ваттметров. При подключении счетчика обязательно наблюдать последовательность чередования фаз питающего напряжения. Чередование фаз я обычно проверяю с помощью фазоуказателя FU2 или нового ТКФ12 от ЦНЛ. Про каждый из указателей этих у меня есть отдельное видео. Прошу заметить, что обозначение и маркировка проводов выполнено еще по старым ГОСТам. Про новые обозначения вы можете почитать в моей статье про маркировку вторичных цепей торсорматоров тока. Зажимы данного счетчика выполнены из латуни с двумя зажимными винтами. Это не самый лучший вариант, так как винтами обычно легко можно передавить присоединяемый проводник. Особенно если он алюминиевый. Хотел бы добавить, что у данного счетчика клеммная крышка выполнена из металла, металлическая. Поэтому при ее установке есть возможность закоротить, задеть клеммы цепей напряжения. Поэтому мы их затыкаем вот такими заглушечками из изоленты. Это еще придумали и мои предшественники. Данную традицию я продолжаю соблюдать. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что данное видео будет вам полезно при подключении не только индукционных трехфазных двухэлементных счетчиков SA3U и T, но и других аналогичных. Например, тот же SA3U и 670M и ему подобные. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!